здравствуйте сегодня давайте рассмотрим один из очень интересных грибов краснодарского края называется он энтолома садовая если вы вышли в огород и у вас под абрикосой или под сливой выросли такие забавные грибочки вполне возможно что это энтолома садовая шляпка у нас краснодарском крае имеет вот в основном вот такой вот треснутый оттенок до махрятся края очень некрасивый вид снизу пластинки у более старых грибов они вы видите розоватого цвета никаких перепонок нету где она растет в основном это под абрикосы его название кубанская под абрикосовики подвишники под сливовики ну подвишни я не встречала под сливы растут часто вот это молодой грибочек он выглядит значит пластинки у более молодых грибов видим нежно-розового цвета не бывают беловатый слегка с розовым оттенком вот ровненькая красивая шляпка название энтолом вообще идет от слова щитовка да потому что напоминают щит шляпки но у нас я классических шляпок не встречала в основном шляпки вот такой вот конической формы вот маленький грибочек так выглядит видите юпочек никаких нету абсолютно растет в основном кольцами вот ровненький молоденький гриб шляпка гипотреснутая небольшая коносовообразная выпуклость сверху очень интересный вкусный гриб бывают вот молоденький грибочек а уже шляпка треснутая почему у нас в краснодарском крае они в таком виде ответить не могу наверное недостаток все-таки дождей сказывается сроки сбора энтолом ну бывает и конец апреля бывает май числа до 19 иногда подходишь к дереву вот такие вот маленькие грибочки шляпками что интересно значит любая энтолома и и вообще очень можно перепутать с ядовитой много поэтому если у вас выросла ну не пытайтесь ее собрать и сразу съесть лучше покажите сразу знающему человеку иначе можно отравиться поймете не очень неприятные последствия понос рвота что единственное я заметила вот если вы перекопаете землю под абрикосой да на причем с осени то видимо это как-то не затронет грибницу и наоборот а очень неплохой урожай получается часто встречала под кустами крыжовника встречала под кустами смородины под калиной под боярышником это там где она любит расти круг довольно широкий если идешь по кругу то он наверное где-то до двух метров от ствола значит вкусный можно мариновать можно жарить мыть конечно не очень хорошо потому что все-таки репаные такие вот своеобразные шляпки но тем не менее можно постараться из-под одного дерева бывает вот такой небольшой сегодня урожай да бывает и килограмм пять грибов зависимости от сезона раз на раз не приходится бывает когда два-три грибочка под деревом за весь сезон а бывает после хороших дождей особенно если это где-то 9 мая вот после этих праздников бывает и большой лукошко соберешь